всем привет дорогие друзья сегодня вам хочу показать рассказать как правильно подвязывать томата в теплице и также рассказать о двух основных ошибках которые допускают многие дачники садоводы сами того не думая и в итоге потом эти ошибки они сказываются на урожайности обратите внимание дорогие друзья практически все мои томаты подвязаны они уже мне достаточно выросли и уже практически все вот видите цветут подвязывая томаты с помощью обычного шпагата и чем мне нравится такой способ это тем что шпагат этот он практически не виден продается он практически в каждом садовом или строительном магазине выглядит вот так вот такие вот катушечка может быть разных цветов и катушки могут быть разными по размеру стоит недорого вот такая вот всего 52 рубля этот шпагат я нарезаю на куски на длиною 3 метра каждый такой отрезок я креплю потолку теплицы вот как бы перекидывая через перекладину один кусочек делаю длинным опускаю его до самой самой земли и даже так вот немножко чтобы он лежал на земле а другой кончик он у меня получается коротким и вот этот вот короткий кончик я завязываю на узелок узелок этот у меня получается таким скользящим он легко ездит вверх и вниз если что можно подтянуть или ослабить томат делается все очень просто и вот сейчас на замедленной съемке вы можете посмотреть как я это делаю ну и после того как я сделала вот этот вот узелок я уже аккуратненько начинаю обкручивать шпагатом ствол томата до самого низа сильно часто не нужно делать завитки аккуратненько вот так вот между листочками пропускаю пагат и в конце делаю такое небольшое колечко затягивать ни в коем случае не нужно ствол и закрепляю оставшийся кончик просто делаю такой вот небольшой узелочек все прекрасно держится не нужно ничего тягивать и затягивать все просто быстро и затягивать ни в не нужно ведь томат он же будет расти его ствол будет увеличиваться в объеме поэтому оставляем немножечко места и вот так вот аккуратненько фиксируем кончик с помощью такого воздушного легкого узелка все дорогие друзья на этом подвязка закончена потом я просто подкручиваю макушки у томатов все тоже элементарно очень просто главное подкручивать нужно в одном направлении иначе в один грекосный момент томат может просто рухнуть но теперь об ошибках дорогие друзья какие ошибки совершают многие дачники сами того не ведая я зимой очень тщательно изучала агротехнику томатов слушала лекции различных селекционеров и вот именно там то я и выяснила эти ошибки первая ошибка она заключается непосредственной подвязки томаты многие подвязывают снизу вверх а это не совсем правильно да и неудобно дорогие друзья и в итоге вы такой вот подвязкой снизу вверх вы потом вот эту вот макушечку вы и и просто вот так вот она у вас загнется вот листиком будет неудобно расти они будут скручиваться они будут сжиматься поэтому дорогие друзья имейте это ввиду снизу вверх хоть и умудряются некоторые так делать но это неправильно. Подвязывать томаты нужно сверху вниз. Также, дорогие друзья, обратите внимание, эта вот нить, она должна проходить не под цветочной кистью, а над цветочной кистью, вот именно вот здесь. Если обратить внимание, абсолютно на всех моих томатах, вот эта вот ниточка, она проходит над цветочной кистью. Вот здесь вот, видите, тоже моя нитка, она проходит над цветочной кистью и потом по мере роста томата когда будет вторая и третья цветочная кисть очень важно следить за тем чтобы нить проходила именно сверху дело в том что томат он по мере своего роста он будет увеличиваться и давить на вот эту нить на вот этот шпагат и под собственным давлением он может пережимать вот здесь вот цветочную кисть в итоге питание будет хуже поступать растение будет страдать и это может сказываться на урожайности плоды будут хуже завязываться и могут даже опадать некоторые завязи поэтому дорогие друзья обязательно следите за этим моментом и подкручивайте томаты так чтобы ваша нитка ваш шпагат он проходил именно над цветочной кистью что касается подкручивания все очень просто но видите допустим что у вас томатик подрос раз вот так вот и немножечко его подкрутили на если надо подтянули если надо расслабили здесь вы тоже видите у меня я если честно практически каждый день подхожу их подкручиваю потому что ну очень быстро они растут сейчас погода такая хорошая благоприятная и они у меня просто вот за две недели вымахали всех ног раза три наверное если не больше здесь вот тоже обратите внимание томатик уже растет но его уже можно так вот аккуратненько подкрутить первый завиток я делаю под листиком вот так вот а следующий завиток я опущу вот уже сюда над цветочной кистью вот видите все очень просто ну все дорогие друзья надеюсь с подвязкой томатов вы разобрались подвязывайте свои растения не допускайте ошибок ну а если что-то непонятно задавайте вопросы в комментариях всем пока и до встречи на моем канале